Я когда думал о формулировке названия, оно вот таким образом сложилось. Что такое финансовая независимость, как ее достичь, что потом с ней делать. Но вот про то, что потом с ней делать, явно мы сегодня не успеем поговорить. Это вопрос философский, я сам нахожусь в процессе поиска ответа на него. Я думаю, что для подавляющего большинства присутствующих здесь этот вопрос не очень актуальный. А вот что такое финансовая независимость и как ее достичь, об этом я буду рассказывать подробно, очень конкретно. Но вначале все-таки я бы хотел несколько слов сказать о том, почему выбрана эта тема. И что подвигло меня обратиться к столь почтенной аудитории с этой темой. Чаще денег только воздух, написал я на этом слайде. Дело в том, что если мы задумаемся о том, какое место в нашей жизни занимают деньги, как часто мы о них думаем, как сильно мы от них зависим, то мы поймем, что только воздух нам достается бесплатно. И то большой вопрос, какого качества. Если мы хотим воздух чистый, свежий и хороший, за это скорее всего придется заплатить. А вот все остальное это деньги, базовые потребности, органические потребности безопасности, они выделены красным цветом, там вообще без денег никуда. Мы живем в обществе с очень высокой системой разделения труда, натурального хозяйства у нас нет, и поэтому если мы хотим есть, пить, одеваться, нам обязательно нужны деньги. Что касается второй позиции, потребность безопасности, ну как вы понимаете, это пирамида Маслоу так называемая, пирамида иерархии базовых потребностей человека, то даже сам Абрахам Маслоу про второй уровень писал, что в обществе спокойном и нормальном эта потребность проявляется в очень мягком виде, и проявляется она в том, что люди хотят получить работу в компании, у которой есть социальные гарантии, люди хотят накопить денег на черный день, и все виды страхования, которые используются, это тоже следствие действия этой потребности. То есть даже сам Маслоу в термине денег описывал потребность безопасности. Если вдуматься и посмотреть про дальше, там роль денег, конечно, уменьшается, безусловно, но, на мой взгляд, только высший уровень в этой иерархии, это потребность трансцендентности, то есть во вне мировом, запредельном, вот только она решается без денег, во всем остальном деньги все равно нужны. Итак, это очень важная тема, которая занимает огромный кусок нашей жизни. Вторая причина, почему я решил провести эту лекцию, это вопрос, который совершенно не рассматривается школой, школа его не затрагивает никак, а все-таки большая часть присутствующих здесь студентов – это люди, которые учатся для того, чтобы стать учителями. И вот, на мой взгляд, есть гигантский рынок, вам есть смысл задуматься об этом, он пустой. Есть огромная потребность, обусловленная тем, что деньги – это огромная часть нашей жизни. И есть совершенно пустой рынок, в школе нет специалистов. Дальше, на мой взгляд, хорошо, что не учат. Дело в том, что, ну вы слышали наверняка, сейчас это очень популярная тема, есть такая идея, что все наши граждане, они, во-первых, финансово безграмотные, и их обязательно надо сделать финансово грамотными. Есть соответствующие федеральные программы, есть программа Всемирного банка, и даже наш с вами университет в одной из этих программ участвует. Дело в том, дорогие друзья, что вот та финансовая грамотность, о которой идут разговоры многочисленные, на мой взгляд, никакого отношения к финансовой независимости не имеет. Эта история про достижение финансовой независимости примерно из той же серии, что и обучение плаванию, обучение вождению автомобиля. Может ли научить плаванию тот, кто не умеет плавать сам? Сядете ли вы учиться водить машину с инструктором, который сам не умеет этого делать? Или, может быть, один раз в жизни выехал на дорогу, попал в аварию и с тех пор боится садиться за руль? Люди, которые пытаются продвигать программу финансовой грамотности, к сожалению, это вот такие сапожники без сапог, которые сами, на мой взгляд, финансово грамотными не являются. Для меня финансовая грамотность – условие, как некий аттестат. Вот вы закончите университет, получите диплом, и с этим дипломом можно будет прийти работать в школу. У вас работодатель попросит диплом и скажет, отлично, ты сдал, все, могу допустить тебя к детям. Вот на мой взгляд, таким дипломом, таким аттестатом, допуском к работе с темой финансовой грамотности должен быть сертификат о финансовой независимости. Если у вас его нет, то лучше вам, наверное, других этому не учить. Ну вот, ваш покорный слуга – практикующий, в некотором смысле, финансист. Мне удалось несколько лет назад добиться финансовой независимости. Я продолжаю заниматься этим, то есть это моя практика каждодневная, поэтому вот взял на себя смелость вам об этом рассказать. И, наконец, третья причина. Дело в том, что финансовая независимость доступна каждому. Это не означает, что она доступна всем. Почувствуйте разницу. Но каждый из вас здесь присутствующих реально может стать финансово независимым человеком. На мой взгляд, это гораздо легче, чем похудеть, например. Поэтому если у кого-то есть практический опыт борьбы с лишним весом, успешный, то ваши шансы достичь финансовой независимости чрезвычайно высоки. Почему это так важно? Дело в том, что деньги – вообще история сакральная. У денег очень много смыслов. Деньги обладают огромной властью над людьми. И вся вот эта сакральность разнообразия смыслов и власть – денег – она является такой границей, таким тормозом, который не позволяет, не дает возможности людям всерьез в этом разбираться. Среднестатистический человек уверен, что деньги – это не про него, что богатым быть либо плохо, либо невозможно, либо богатые – это только преступники. И вообще деньги сами по себе, а мы сами по себе. Вот это совершенно не так. Это вообще ни разу не так. Каждый присутствующий здесь может реально добиться финансовой независимости. Условие какое? Надо немножко заниматься, немножко учиться, немножко осваивать теорию, совсем чуть-чуть, процентов 10. И 90% надо делать, надо практиковать. Картинка с Сосей и Кисой, она, конечно, очень двусмысленная. Понятно, что это жулики. Но смысл картинки в том, что художником может быть не каждый. Космонавтом, даже с парашютом не каждый решится прыгнуть. Да что там, даже машину не каждый может водить. Если у вас плохое зрение, вам просто права не дадут. А вот стать финансово независимым человеком, а это, согласитесь, гораздо более важная цель, чем научиться водить машину, может реально каждый. Единственное условие – интеллектуальная дееспособность. То есть должен быть просто сохранный интеллект. При этом, если вы инвалид без ног и без рук, например, вы тоже можете быть финансово независимым. 99% населения реально может эту финансовую независимость обрести. Ответ на первый вопрос, который стоит в названии лекции. Что такое финансовая независимость? Что значит быть финансово независимым? Очень простая формулировка. Быть финансово независимым – это значит жить как нравится. Вот вы живете так, как вам нравится, как вам комфортно. Без необходимости работать ради денег. Очень просто. Можно предлагать разные определения. Это мое личное. Я его сформулировал, готовясь к этой лекции. Я думаю, что такая формулировка позволяет определить финансовую независимость как некую цель. Она очень понятна. Вы живете как нравится. И при этом для того, чтобы поддерживать этот уровень жизни, обеспечивать этот уровень жизни, вам не нужно работать ради денег. Заметьте себе, это не означает, что не нужно работать вообще. На мой взгляд, человек, который не работает, деградирует и с ума сходит. Это огромный вызов. Как жить, не работая. Но не работать совсем и не работать ради денег – это две большие разницы, как говорят в известном южном городе. Если у вас есть возможность работать ради удовольствия, ради престижа, ради карьеры, ради удовольствия других каких-то потребностей, то, на мой взгляд, это верная дорога к счастью. И вот финансовая независимость – это ключик, который открывает эту дверь. Ну, здесь в графическом виде представлено, что значит финансовая независимость. Мне очень важно, чтобы мы говорили об очень конкретных вещах и одинаково друг друга понимали. Такие понятия, как бедность и богатство, они очень расплывчатые, неопределенные. Ну, вот не так давно я смотрел интервью с Олегом Тиньковым, это очень известный предприниматель, хозяин банка Тиньков. И он в ответ на вопрос ведущий, считает ли он себя богатым человеком, сказал, нет, я не богатый, я так, середнячок. У меня только миллиард долларов. А вот Фридман, да, у него 15, он богатый. Ну, понятно, что нам с вами весело слышать такие определения. Я этот пример привел для того, чтобы показать, что бедность и богатство – это очень неопределенные вещи. А вот финансовая независимость – это очень конкретная история. Правда, она конкретна для каждого конкретного человека. Вот для каждого конкретного сидящего здесь человека можно определить, что значит финансовая независимость. По оси ординат отмерены расходы, по оси абсцисс – независимые доходы. Независимые доходы – это доходы, которые вы получаете, не работая, не работая за деньги. Это не зарплата, это иные доходы, о которых мы дальше будем говорить. В точке, где расходы ваши, расходы на ту жизнь, которая вам нравится, сравняются с независимыми доходами, с теми доходами, которые вы получаете, независимо от того, работаете вы или нет. Это и есть точка финансовой независимости. Вы финансово независимы. Все, что до, это зависимость. В зависимости, в первую очередь, от работы. Чтобы жить, вам нужно работать, чтобы деньги не надо зарабатывать. Все, что после этой точки, это условное богатство. И где-то там далеко Олег Тиньков, он богатый человек, а перед ним еще несколько десятков тысяч людей, они тоже богатые люди, они финансово независимы. В этом смысле, на мой взгляд, вообще для массового употребления термин богатства не имеет значения, не имеет смысла. А вот термин финансовая независимость, он осмысленный и очень ценный. Финансовая независимость, дорогие друзья, это реальная цель. Это еще одна ключевая мысль, которую мне бы хотелось донести до аудитории. Это не абстракция. С левой стороны слайда традиционный джентльменский набор еще с советских времен. Машина, квартира, дача. Пенсия, морг, кладбище. Вот это триады, на которые все держится. Если у вас есть машина, квартира и дача, то вы вроде как, все у вас хорошо. Финансовая независимость, которая здесь обозначена в виде курицы, несущей золотые яйца, это такая же конкретная реальная цель, как машина, квартира и дача. Вы можете поставить цель купить машину и достичь ее. Можете поставить цель купить квартиру или построить дачу и достичь ее этой цели. И точно так же в этом ряду, причем, на мой взгляд, сначала, а потом все остальное. Можно поставить себе цель достижения финансовой независимости. Это конкретный, физический, измеримый объект, источник финансовой независимости. Так как это конкретно измеримый объект, у него есть цена. Так же, как у квартиры, у машины и дачи, у финансовой независимости есть цена. И если вы ее заплатите, то вы ее получите. Финансовую независимость можно купить. И вот расчет. Очень просто. Каждый из вас прямо здесь, сейчас, может посчитать цену своей финансовой независимости. Надо понять, сколько вам нужно для жизни денег, каковы ваши потребности, и умножить на 200. Это цена вопроса. Если у вас есть эта сумма, то вы в одном шаге или в полушаге от финансовой независимости. Потому что потом этой суммой надо распорядиться еще, конечно. Почему 200? Откуда 200? Очень просто. 200 – это такой коэффициент, который предполагает доходность от ваших инвестиций в размере 6% годовых. Это очень консервативная доходность. При том, что сейчас доходности снижаются, как вы знаете. Сбербанк, например, уже ниже 5% ушел по своим депозитам. Но, тем не менее, в настоящий момент консервативно размещая деньги, можно спокойно заработать 10% годовых. Исходя из этого, 6% – это, в общем, очень консервативная, а значит, очень надежная доходность. Поэтому, если вы умножаете свой ежемесячный бюджет на 200, вы получаете размер своих активов, своего капитала с доходностью в 6% годовых. Можно заложить более высокую доходность, тогда коэффициент будет снижаться. Можно заложить более низкую, еще более консервативную, тогда он вырастет. Я думаю, что математика очень простая, всем понятная. Как достичь финансовой независимости? Ключевой вопрос. Вся предыдущая моя филиппика была посвящена объяснению того, что же это такое. Я надеюсь, что, в общем, я смог объяснить, что я имею в виду. На самом деле в этом вопросе два вопроса. Здесь два вопроса. Как достичь финансовой независимости? Первый вопрос. А что же, собственно, нужно делать? Объясните, скажите конкретно, что мне нужно делать, чтобы достичь финансовой независимости? И это, дорогие друзья, вы убедитесь дальше, послушав мое выступление, это простой вопрос. Есть реальное объяснение того, что нужно делать, чтобы стать финансово независимым. Кстати, точно так же, как «Что нужно делать, чтобы похудеть или выздороветь?» Все книжки на эту тему написаны, и там написана истинная правда в этих книжках. Нюанс заключается в том, что авторы, которые пишут эти умные книжки, они зарабатывают на выпуске книжек. И поэтому они не могут себе позволить такую роскошь, как я, который является здесь дилетантом. А дилетант, как известно, происходит от итальянского слова «дилетто» — любитель. Дилетто — это удовольствие. Дилетант — это человек, получающий удовольствие от того, что он делает. Так вот, я не зарабатываю на этих лекциях, лекция бесплатная. Поэтому в моей лекции квинтэссенция нескольких десятков книг, полсотни точно я прочитал на разные темы, в каждой из которых берется одна мысль и раздувается до размера книги. Книга продается, берется следующая мысль, книга продается, ну вы понимаете. Поэтому здесь вот полсотни книг как минимум. Есть еще второй вопрос. Второй вопрос гораздо более сложный. Если на первый вопрос «что делать?» ответы есть, и они понятны, и в течение 40 минут это можно рассказать. Вот второй вопрос гораздо более сложный. А как же, собственно, заставить себя это делать? Мы знаем прекрасно, ешьте меньше, двигайтесь больше, будете стройными. Но, к сожалению, немногие следуют этому простому правилу. Поэтому главная проблема в том, как заставить себя это сделать. И дальше я попытаюсь предложить свой вариант ответа на этот вопрос. Итак, что надо делать? Вот этот слайд, пожалуй, ключевой во всей презентации. Если вы уйдете отсюда, оставив в голове смысл этого слайда, то я за вас спокоен, вы делаете верный шаг, выбрали верное направление по пути к финансовой независимости. Доходы-расходы, активы-пассивы. Это, собственно говоря, стандартная форма любого бухгалтерского отчета. Причем неважно чего. У «Газпрома» такой отчет, и у Марьи Ивановой тоже такой же отчет, ее собственного семейного бюджета. Количество нулей в цифрах неважно. Все отчеты выглядят вот так. Но что такое доходы и расходы? Я думаю, более-менее публике понятно, и остановиться этим не буду. Доходы – это все, что вы получаете себе в карман, расходы – это все, что вы тратите. А вот активы и пассивы – это очень важное понятие, и не прояснив его, сложно двигаться дальше. Существует два, ну, по крайней мере, два, вот, мне известных, различающихся немножко определения. Мне бы хотелось оба озвучить, и это развлечение акцентировать. Вообще говоря, актив – это все, что имеет какую-то ценность. Причем неважно, какую, если эта ценность отличная от нуля, то это актив с точки зрения бухгалтерии. Если кто-то из вас с бухгалтерией связан, то он знает это определение. Пассивы – это долги. Все, что вы кому-то должны. Любое имущество или имущественные права, имеющие отрицательную стоимость, являются пассивами. Есть второе определение. Для наших целей оно, на мой взгляд, более подходящее, более практичное. Я пользуюсь им. Это определение, принадлежащее очень известному деятелю, которого зовут Роберт Киосаки, автор книжек про богатого папу и целой серии книжек, в которых берется одна мысль, раздувается до целой книжки. Но тем не менее, это гениальный человек. Он как предприниматель гениальный, и то, что он пишет, это действительно гениально. Он говорит о том, что актив и пассив могут меняться местами. Важно, приносит ли вам это деньги. Актив по Киосаки – это все, что кладет деньги в ваш карман. А пассив, соответственно, это все, что забирает деньги у вас из кармана. И в этом смысле ваша квартира, например, с точки зрения Киосаки, она может быть как активом, так и пассивом. Если вы живете в ней сами, или, например, она у вас просто есть, но вы ее не сдаете, вы платите налог, вы платите за коммунальные услуги, эта квартира есть, она стоит денег, но денег вам не приносит, наоборот, забирает у вас деньги. Это пассив. Если вы ее сдали, причем сдали так, что доход от жильцов превышает все накладные расходы, она приносит прибыль, то это актив. На мой взгляд, вторая штука, более интересная. Мне бы хотелось, чтобы вы эту мысль взяли в голову и держали, как рамочную. Актив – это все, что приносит деньги, пассив – это все, что забирает у вас деньги. А дальше смотрите, какая штука. Дело в том, что деньги, они не в кармане. Деньги, они в голове. Именно поэтому, например, Дональд Трамп, небезызвестный, который сейчас стал президентом Соединенных Штатов, трижды проходил процедуру банкротства. Но так как деньги у него в голове, то каждый раз, потеряв все, он возвращал все обратно. Потому что он мыслит и действует, как богатый человек. Деньги в кармане не делают вас богатым. Это ключевая мысль, дорогие коллеги. Она немножко парадоксальная, но если вы ее возьмете, то вы невероятно продвинетесь в этом деле. Деньги в кармане не делают вас богатым. У вас может не быть ничего. Более того, и это, кстати, очень интересная тема, вы можете быть по уши в долгах. Вас могут атаковать с разных сторон разные агрессивности кредиторы. Если вы в голове богаты, вы вернетесь в состояние, которое несколько раз прошел Дональд Трамп. Если вы бедны, и таких примеров не с числа. По иронии судьбы, все крупные выигрыши в лотереях получают очень бедные люди. Есть масса примеров, когда какая-нибудь семья, ну так скажем, сильно ниже среднего класса, он какой-нибудь скромный рабочий, она где-нибудь уборщица, и вдруг на них сваливается огромный выигрыш. Проблема в том, что получив большие деньги, они не стали богатыми. Большие деньги, да они гигантский вызов и гигантское испытание. И как правило, эти люди не справляются с этим, деньги их уничтожают. Вся эта история заканчивается тем, что люди спиваются, оказываются по уши в долгах, и хорошо, если не доходят до самоубийств. Эти истории очень распространенные, вот просто в интернете забейте, судьбы выигравших в лотерею. Получите массу на эту тему интересных откликов и комментариев. Деньги не в кармане, деньги в голове. Я сейчас попытаюсь на этом слайде эту мысль проиллюстрировать. Все определяет денежный поток. Каким образом вы управляете деньгами, каким образом они к вам притекают и каким образом от вас утекают. В некотором смысле этот лабиринт мне напоминает образ Витязя на распутье. Помните в сказке камень? Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Это вопрос вашего выбора. Быть богатым, быть человеком среднего класса или быть бедным. В моей терминологии бедный это зависимый, богатый это независимый, финансово независимый. Это ваш выбор, это зависит только от вас. Никаких других ограничений нет, только ваше решение, только то, что внутри вас, то, что у вас в голове. Как текут деньги у бедных людей? Бедные получают доход, но, как правило, они работают. Работают много, тяжело. Любимая поговорка бедных людей с трудов праведных не наживешь палат каменных. Все, наверное, слышали, знают это дело. После этого, придя в карман, они попадают в графу расходы, мы начинаем расходовать деньги, ну и после этого их не остается. Деньги у бедных людей текут вот так. Мы получаем доход и мы расходуем. Зарплату получил, потратил, получил, потратил, получил, потратил, получил, потратил, пенсия, три копейки, ну, дальше не буду продолжать, сами понимаете. Это модель, по которой живут, к сожалению, подавляющее большинство наших соотечественников, да и вообще людей во всем мире. Но это вопрос исключительно вашего выбора, хотите вы этого или нет. Это ваше решение. Как текут деньги у представителей среднего класса? Москва – богатейший город страны, один из самых богатых в мире, поэтому в Москве бедных людей не так много. Реально средний класс – это основа московского населения. Точно так же мы получаем доход. После этого заметьте себе, чем отличается бедный человек от человека среднего класса. Средний класс – это те же самые бедные, только у них доходы позволяют залезать в долги. Вот и все отличие. Бедные – это те, кто не могут себе позволить ни копейки долга. Средний класс – это те же самые бедные, доходы которых позволяют такую роскошь, как залезть в долг. Вот и все отличие. Бедные получают доход, и после этого на эти доходы, понятно, что у них есть расходы и прямые, они покупают продукты, одежду, платят за коммуналку, то есть эта стрелка, она тоже есть. Но основная часть расходов среднего класса это приобретение пассивов. Что такое пассив? Это кредиты. Кредиты, которыми загружен средний класс. Хочу машину – не вопрос, беру кредит. Хочу квартиру – не вопрос, ипотека – кредит. Проблема в том, что и машина в кредит, и ипотека в кредит, и дача в кредит, и отпуск в кредит заканчивается тем, что вы никогда из бедности не вырветесь. Вы обречены быть бедными навсегда. А бедными – значит зависимыми. Вот этот ключ, который доступен каждому, ключ, который называется финансовая независимость, который открывает дверь к счастью, к высшим уровням пирамиды Маслоу. Вы выбрасываете этот ключ, запуская денежный поток по модели, по траектории людей среднего класса. Пассивы генерят еще один источник расходов. Вам надо кредиты обслуживать. У представителей среднего класса закредитованных плата по кредитам – это основная статья их расходов. В основном расходы среднего класса – это обслуживание кредитов. После этого денежки и тю-тю. Что происходит с богатыми? Богатые тоже получают доход, но в отличие от бедных, которые сразу прогоняют все деньги в расходы, и от среднего класса, которые запускают их сначала в пассивы, а потом в расходы, богатые приобретают активы. Активы, как вы помните, это то, что приносит нам деньги. От количества денег это вообще никак не зависит. Если у вас открыт счет в банке накопительный, сейчас есть такие счета, называются счета копилки или счета сейфа, наверняка кто-то из вас с этим сталкивался. Когда счет фактически является счетом до востребования, вы можете в любой момент оттуда деньги забрать, но на него банк каждый месяц ежедневно начисляет небольшой процент на остаток. Фактически этот счет является активом. Это не бог весь какой актив, там маленький процент, много там не заработаешь, но это актив. И если вы запускаете свой денежный поток не по модели бедного или среднего, получили зарплату, сняли ее с карточки в банке, положили в кошелек и пошли по магазинам тратить, а зачислили эту зарплату на этот самый накопительный счет, в этот момент вы начали действовать как богатые люди. Вы встали на путь к богатству, выбрали тот путь, который вас приведет к финансовой независимости. Конечно, путь долгий, предстоит пройти много шагов, но принципиально важно выбрать направление. Заметьте себе еще раз, коллеги дорогие, входящий поток денежный, размер дохода не имеет никакого значения. Никакого значения. Семья дворника и уборщицы, получившие несколько миллионов, тоже получила эти несколько миллионов в качестве дохода входящего денежного потока. Вопрос в том, как они потом этим распорядились. Они распорядились как бедные, потому что бедность в голове, а не в кармане. У них в кармане денег было много, а в голове у них только один путь, получить и потратить. Чем заканчивается, понятно. Чем хороши активы? Если пассивы, предыдущий слайд со средним классом, генерят расходы, пассив это расход, то активы генерят дополнительный доход. Вы сразу вместе с доходом внешним, доходом заработанным, начинаете получать независимый доход. Тот самый доход, сравнение которого с расходами делает вас финансово независимым. Ну и после этого, получив доход от актива, вы можете точно так же расходовать. Скупердяй Плюшкин или Гобсек Бальзаковский, это не модель богатого человека. Они были богаты, безусловно, но я не призываю вас к скопидомству и питаться на помойке, при этом накопить огромные деньги. Вопрос в том, что является источником вашего дохода. Ну и общий слайд, который показывает различие этих трех моделей, этих трех систем. Это не моя схема, это схема Роберта Киосаки. На мой взгляд, она абсолютно ключевая. Если вы эту историю осознаете, если она вас торкнет, если глаза откроются, вы поймете, что вы делаете не так, то я думаю, что вы недаром сегодня посетили мою лекцию. Формула финансовой независимости. Это формула, описывающая, каким образом заставить денежный поток двигаться по модели богатого человека. Предыдущий слайд это траектория, я нарисовал, как должно быть. Формула описывает, что для этого нужно делать. Очень простая система из двух неравенств. Ну, предельно простая, я думаю, все понимают. Пункт первый. Первое условие. Ваши доходы должны быть выше ваших расходов. Если вы собираетесь достичь финансовой независимости, вы должны тратить денег чуть меньше, хотя бы чуть-чуть меньше, чем зарабатываете. Это первое обязательное условие. Необходимое, дорогие друзья, но совершенно недостаточное. По этой модели по формуле доходы меньше, чем расходы живет огромное количество старушек-пенсионерок во всей нашей стране, но это не делает их богатыми. Они копят деньги на черный день, деньги где-то там лежат, но в лучшем случае в Сбербанке, а может быть не в Сбербанке, а в банке стеклянной или под матрасом или под подушкой. Понятно, что эти деньги находятся в чрезвычайно уязвимой ситуации, их уничтожает инфляция, их могут украсть. Крысы могут пожрать, если закопано где-то в подвале. Такие случаи тоже были. Проблема старушек в том, что они вторую часть этой системы неравенств не понимают и не следуют этому правилу. Вторая часть гласит, дельта между доходами и расходами, вот этот плюс, который вы получаете, она должна превращаться в активы. Дельта меньше или равна активам означает, что равна она в момент, когда вы приняли решение стать финансово независимым человеком, когда вы впервые вот на эту разницу между своими доходами и расходами купили свой первый актив. В этот момент она равна. Во всех остальных случаях эта дельта будет меньше, конечно, потому что активы нарастают все время, вы становитесь богаче с каждым шагом. Дельта никогда не растет с такой же скоростью, ну почти никогда, бывают, наверное, какие-то исключения, если вдруг вас назначили на должность, которая там на пять ступенек выше вашей, у вас в четыре раза выросла зарплата, тогда, наверное, может какое-то непродолжительное время быть, что у этой дельты будет больше ваших активов. Но это очень быстро изменится, потому что вы увеличенную дельту будете превращать в актив. А актив это то, что всегда с вами. Это, собственно, и есть ваше богатство. Этот слайд про то, что расходы важнее. Это тоже парадоксальная мысль на первый взгляд. Я, собственно, отбирая идеи для своей презентации, исключительно парадоксальные мысли, ну те, которые не очевидны, те, которые противоречивые, пытался брать и комментировать их. На мой взгляд, это единственный возможный способ сделать так, чтобы глаза открылись и голова начала работать. Почему расходы важнее? Потому что независимо от того, какой у вас доход, если вы не можете контролировать свои расходы, вы никогда не станете финансово независимы. Ужас ситуации с расходами в том, что, как правило, по какому-то великому закону, вот, может, Роман Владимирович подскажет тебе, по какому, я не знаю, но закон точно есть. Расходы всегда подтягиваются к доходам. Знаете, как говорят народе, по одежке протягивай ножки. По доходам и расходам. Как вы понимаете, мерить расходы по доходам – это модель, по которой действуют 95% населения Земли, являющиеся бедными людьми. отсутствие контроля над расходами – это верный путь к бедности, независимо от того, сколько денег вы получаете. Ну, я сейчас воспользуюсь тем, что среди присутствующих есть только один человек, который связан с историей, которую я хочу рассказать. В прошлой своей жизни, там, три года назад, последнее место моей работы, я был начальником северо-западного окружного управления образованием. Мы с вами коллеги, я всю жизнь в образовании, в общем, такую солидную вроде как карьеру сделал в образовании. Был момент, когда директор школы получал зарплату, это было 10-11 год, ну, 60-70 тысяч, это была очень хорошая зарплата директорская, очень хорошая, вот прям реально. И вдруг случился вот этот чудесный изменение, мы начали проводить реорганизации, школы стали укрупняться, изменилась модель финансирования школ, деньги пошли в школу, и, естественно, мы понимали, что люди, отвечающие за резко увеличившиеся в размере хозяйства, за огромные бюджеты, за большое количество детей, учителей, родителей, они должны получать достойные деньги. и зарплаты директоров школ выросли не просто на процентное, а кратно. Если в 2011 году средняя была 70-80, то уже в конце 2012-2013 году средняя была 200. Как вы понимаете, вся эта история происходила еще до известных кризисных событий, и в 2011 году, и в 2012 доллар стоил 30, то есть это трехкратное увеличение зарплаты, а в некоторых случаях и четырех, и пятикратные были и такие примеры, оно точно совершенно создавало гигантский дополнительный денежный поток для этих людей. Когда получали 60 и 70, все жили хорошо, плохо ведь никто не жил, все было нормально, денег хватало, и хватало и на машину в кредит, и в отпуск поехать хватало, и вдруг их стало в четыре раза больше. Я просто ради эксперимента, ради интереса через два года провел опрос. и выяснил, что богаче никто не стал. Машины стали круче, если раньше машины были скромные, то сейчас они были иномарки, но раньше скромные были в кредит, а сейчас иномарки стали в кредит. Наряды стали шикарнее, но как правило женщины, конечно, надо же как-то себя подавать. Так как в голове мы действуем как бедные люди, то это увеличение зарплаты, может быть здесь я знаете в защиту скажу директоров, не завидуйте директору московской школы, а то увеличение зарплаты богаче никто из них не стал, а проблем стало гораздо больше, потому что если купить машину за 500 тысяч в кредит, то это в лучшем случае 500 тысяч долга, а если за 2 миллиона купить машину в кредит, то это 2 миллиона долга. Как вы понимаете проблем в 4 раза больше. Поэтому расходы это очень важно. Не умея контролировать расходы, не взяв их под контроль, вы никогда никуда не сдвинетесь, расходы важнее. Следующий слайд, я не буду так подробно на нем останавливаться, управляя расходами, это модель того, как вообще говоря можно конкретно составить свой бюджет. Традиционно есть 2 подхода к составлению бюджета. Первый подход это бюджет возможностей, то есть сколько у нас есть денег. Так рассуждает например министр финансов. Антон Силуанов очень известный персонаж, постоянно по телевизору его показывают. Это подход министра финансов. Ребята, у нас есть 100 рублей в бюджете и можете себе на эти 100 рублей ни в чем не отказывать. Есть другой подход, противоположный, это подход снизу. Ну вот тот же директор школы, раз уж я за него схватился, он говорит, товарищи, так мне же зарплату заплатить надо, коммуналку заплатить надо, мебель надо купить, охране надо заплатить, питание надо детское оплатить, ремонт надо сделать и вообще есть масса всяких задач. А вы мне на все про все 100 рублей. Это заход снизу. Истина, как вы понимаете, она где-то посередине. Оба подхода, какую мысль я иллюстрирую, о чем я собственно пытаюсь вам рассказать, оба подхода должны использоваться в управлении расходами. Если вы будете идти только от потребностей, то вы будете следовать модели уборщицы, выигравшей в лотерею. Если вы будете следовать модели министра финансов, то это модель Плюшкина и Гобсека. Вот у меня 100 рублей, а дальше вот, извините. Собственно говоря, в управлении организацией вот этой середины, где сходятся эти две позиции, где эти две силы уравновешивают друг друга, точка равнодействия этих сил. Это модель нормативного финансирования. Когда утвержден норматив, это подход сверху, но этот норматив рассчитан на основе потребностей. Мы сначала взяли и посчитали все потребности, а потом сказали, ребята, вот вам на эти потребности норматив, и дальше больше уже ничего не просите. Понимаете, да? Какой отсюда заход применительно конкретному вашему студенческому или семейному бюджету? Очень просто. Вам нужно установить лимиты. Норматив — это лимит. Ведя непрерывный учет, вот я с 1 января 2014 года, когда понял, что у меня в семье появляется четвертый ребенок, я понял, что что-то с этим надо делать. Ну, что-то делать с ребенком было уже поздно, он уже был, а вот управлять деньгами, чтобы не вылететь в трубу в такой семье, это очень важная история. Я начал скрупулезно, детально, каждодневно записывать все свои расходы. То есть, пошел от позиции бюджет снизу. Как только вы в течение нескольких месяцев проводите такую работу, уверяю вас, попробуйте, это чрезвычайно полезное упражнение, у вас открываются глаза. Вы вдруг узнаете про себя чего-то такое, чего никогда не знали и не думали. Это зеркало. Перечень всех ваших расходов, аккуратно записанных в течение нескольких месяцев, это зеркало, в котором вы никогда себя раньше не видели. Попробуйте, это уникальное совершенно открытие. Много интересного про себя узнаете. После того, как вы узнали правду, посмотрев это зеркало, на основании этой правды можно составить нормативы, составить лимиты. И дальше этих лимитов строго придерживаются в соответствии с позицией бюджет сверху. Следующая история, она как бы заканчивает тему расходов и плавно переходит к доходам. Существует золотое правило расхода. Заплати сначала себе. Прежде чем начинать любые расходы, заплатите сначала себе. Начните расходовать деньги с себя любимого. Не несите их в супермаркет, не несите их в контору, которая поставляет вам воду, свет и тепло. Даже в банк не несите, которому вы деньги должны. Заплатите сначала себе. Понятно, что основной источник расходов в семье это жена, как правило. Но дети сами не расходуют. Все-таки женщина говорит, слушай, ну детям же надо, давай деньги. Дети же голодают, а после этого сами понимаете, что происходит. чтобы в семье был мир и покой, это тема другой лекции, но я немножко отступление сделаю. Вот об этой золотой курице должны думать оба, двое. Очень важно договориться, чтобы ваша вторая половина тоже об этом думала. Иначе будет очень сложно иметь агента влияния внутри своего собственного дома, который все время тянет вас в другую сторону. Очень важно договориться и привлечь свою вторую половину в союзники в этом вопросе. Ну понятно, что она тянется к деньгам, а он думает о будущем, он думает о том, как достичь финансовой независимости. Заплати сначала себе, инвестируй. Инвестировать значит покупать активы. Заплати сначала себе, для девушек отдельный комментарий. Это не значит прибереги деньги для шоппинга. Когда вы приберегли деньги для шоппинга, вы не себе заплатили, а магазину, который вам продал ту замечательную вещицу, которую вы у него купили. Заплати себе, это значит купи актив, который тебе деньги принесет. А вещица, которую вы купили, пусть даже на распродаже, она в момент покупки сразу раз в пять цену свою теряет. Сейчас появилась такая классная штука, как Авито. Авито позволяет вытянуть какую-то остаточную стоимость даже из, казалось бы, самых неликвидных вещей. Тряпки выставляют всякие, сумки старые, еще что-то, и кто-то это покупает. Но вы никогда в жизни не получите на Авито больше 20% той суммы, которую вы вложили, даже если вы это сделали прямо сейчас. Вы за тысячу рублей что-то купили, потому что, ой, что-то я не то купила, выставлю это на Авито, больше 200 рублей не получите, чистый убыток. Поэтому заплати сначала себе, это купи такой актив, который сохраняет свою стоимость, ну, хотя бы счет в банке открой. И плюс приносит доход. Вот что значит инвестировать. Вообще говоря, существует четыре основных вида активов. я понимаю, что, наверное, это уже будет совсем сложно и немножко не туда, но просто в назовном порядке. Символ банка Тинькофф означает класс активов портфельных так называемых. Наличные деньги, вклады в банки, акции компаний, облигации, всякая более сложная история, фьючерсы, форварды, опционы. Это все там, это так называемые бумажные активы. Газпром это символ бизнеса. Это не наш с вами бизнес, конечно, бизнес других людей, но тем не менее в хорошем диверсифицированном портфеле должен быть обязательно бизнес какой-то. Реальный актив, в отличие от бумажного. Реальный актив, приносящий реальные деньги. Новостройка многоэтажка символизирует недвижимость, недвижимость в портфеле обязательно должна быть, и золотые слитки символизируют товары, так называемые комодитис, это не обязательно золото, может быть серебро, платина, палладий, нефть, пшеница, кофе, какао и даже апельсиновый сок. Это все товары, которые имеют биржевые котировки, имеют биржевую ценность, и это значит, что они могут быть объектом инвестиций. Вы можете сделать выбор для себя, или купить на распродаже что-нибудь красивое, или купить несколько мешков кофе на бирже. Это тоже реальный вариант, хорошая альтернатива. Как заставить себя это сделать? Вот у меня такое ощущение, что вы даже сейчас, слушая меня, уже немножко подустали и начинаете ерзать, ну, господи, сколько же можно-то? А здесь еще, оказывается, надо как-то к чему-то себя принуждать и заставлять. Ну, я уже использовал эту аналогию, кто хоть раз худел, тот знает. Главное поставить цель. Есть один очень мудрый и суровый человек, который любит повторять, цель является структурообразующим элементом системы, обеспечивающей ее достижение. Если сказать просто и по-русски, цель это магнит, который тянет вас к себе. Если цель настоящая, если мне удалось вдохновить вас, например, такой аллегорией, как золотой ключик, открывающий дверь к счастью, вы хотите этот ключик получить и делать это своей целью, то это тот магнит, который выстраивает вас, который заставляет делать. Моя практика, у меня есть некоторая, не очень большая, но тем не менее, уже сложившаяся практика консультирования своих в основном коллег и друзей по финансовым вопросам, она говорит о том, что сильнее всех тянет к достижению этой цели тех, кто находится в самом тяжелом положении. Вот если человек в долгах, как в шелках, то у него есть сильнейшая мотивация этим заниматься. Если более-менее ситуация благополучная, денег хватает, зарплату получаю, зарплата нормальная, на жизнь хватает, то очень сложно заставить себя, очень сложно. Поэтому, какой могу дать совет? Рисковая, конечно, штука, но может быть, попробовать сделать, как делали Юрий Цезарь, 300 спартанцев, сжечь мосты, сжечь корабли, бросить жеребий, перейти Рубикон. Это реальный шанс подвинуть себя, заставить себя двигаться в сторону финансовой независимости. Есть хорошая новость во всей этой истории. Дело в том, что мы с вами состоим из привычек. Я вот когда думаю, что я как отец могу дать своим детям, то вот сейчас, в нынешней моей ситуации, на нынешнем моем уровне понимания смыслов жизни и связанных с ними историй, я считаю, что лучшее, что я могу дать детям, это привить им некий набор хороших привычек. Есть привычки, которые ведут к счастью, есть привычки, которые ведут к несчастью. Мы толстые, потому что у нас плохие привычки, мы бедные, потому что у нас плохие привычки, мы больные, потому что у нас плохие привычки. Хорошие привычки, выработанные как можно раньше, это путь к здоровью, стройности, про себя, к сожалению, не могу этого сказать, это вечная моя борьба, и богатство. Программа минимум – хорошие привычки. Заведите себе в качестве привычки. Это гораздо проще, чем не есть после шести. 10%. От каждого дохода, который вы получаете, 10%. Сразу, не прикасаясь к ним руками, отправлять в актив. Это очень просто. Попробуйте это сделать. И вы удивитесь, что через какое-то время, какие-нибудь полгода, год пройдет, и вы поймете, что вдруг у вас откуда ни возьмись, возник капитал, и можно с ним дальше что-то делать. Хорошие привычки – программа минимум в достижении финансовой независимости. И это история, которая точно совершенно доступна каждому. Вы можете сказать для себя, у меня такая работа, и такое дело, и такое мировоззрение, и такие ценности, и такой образ жизни, что я вообще не хочу знать ничего про ваши деньги. Вопрос в том, что можно быть независимым от работы, но нельзя быть независимым от денег. На примере пирамиды Маслоу я, на мой взгляд, достаточно убедительно это показал. Деньги займутся вами, если вы ими не занимаетесь. Я не настаиваю на том, чтобы вы становились биржевыми спекулянтами, или аналитиками, или серьезными бизнесменами. Для этого действительно нужно иметь определенную склонность, определенный типаж. Но вот эта история с рядом хороших привычек, доходы больше, чем расходы, дельта доходов и расходов превращается в актив. Это очень просто. И это можно в себе в самом выработать. И вы удивитесь, насколько быстро начнет прирастать ваше богатство, и насколько быстро вы будете двигаться по пути к финансовой независимости. Я уже сказал про изобилие всевозможных книжек. Очень хитрые книжки, очень умные люди, очень правильные мысли, очень много воды, к сожалению. Я постарался, готовясь к этой лекции, отжать эту воду для вас. Но при этом я понимаю, что вода, она ведь для запивки хороша, в сухомятку плохо. Поэтому я настоятельно рекомендую, двигаясь по пути к финансовой независимости, если вы поставили себе такую цель, в качестве ориентиров, в качестве маяков, в качестве советников, помощников, консультантов, использовать вот эти книги. На эту тему, если наберете в интернете, сотни наименований и разные авторы. Но вот эти шесть, по мне, так самое лучшее. Вот если это прочитать, то все остальное можно не читать. Два зарубежных. Америкос японского происхождения, Роберт Киосаки, очень известный деятель, который написал книжку про богатого и бедного папу, и потом эта книжка превратилась в серию из 30 разных книг. И немец Бодо Шефер, у него их не так много, но тоже очень толковые книги, буквально три или четыре, все стоит читать. И, на мой взгляд, гораздо важнее, все-таки вот иностранцы – это высокая теория, но реальности наших они не понимают, а мы не понимаем их реальности, поэтому их сложно использовать в качестве конкретной инструкции. Когда читаешь отзывы о Киосаке, в основном отзывы такие, что Киосаки – козел, я купил по его совету в ипотеку квартиру, сдаю ее и оказалось в минусе. Козел не Киосаки, как вы понимаете. Так вот, Дмитрий Хатимский – это его единственная книжка. Он, вообще говоря, владелец Совкомбанка. Это человек, который приближается к миллиарду долларов. Ну и так как он давно финансово независимый человек, то по пирамиде Маслоу у него возникла потребность в самоактуализации. Ну, собственно, так же, как и у меня. Что-то я перед вами выступаю. Самоактуализируюсь. И он написал великолепную, на мой взгляд, книжку. Она такая немножко хулиганская. Очень тоже на разных парадоксах построена. Очень рекомендую почитать. Читается легко, быстро. Очень важно то, что это человек, который реально сам все это делал. Не слышал. Помните, как в анекдоте? Ты Моцарта слышал? Слышал, не понравилось. А где слышал-то? Да вот мне Гиви там напел немножко. Вот это первоисточник. Этого человека надо читать просто потому, что он реально этими сотнями миллионов и миллиардами ворочает и зарабатывает, и честно описывает, как все это делается. Исаак Бекер это, хоть Исаак, но это наш человек, он фактически первый на пространстве Советского Союза серьезный финансовый консультант. Он получил образование и сертификат в Англии, работал в каких-то хороших компаниях, но потом быстро сориентировался, понял, что Эльдорадо на самом деле здесь, у нас в Москве. И с тех пор Эльдорадо очень успешно окучивает. Очень серьезный деятель, очень серьезная книга. Она сложная, ее стоит читать, наверное, в самом конце, но она чрезвычайно полезна тем, кто уже прошел какой-то путь к цели финансовой независимости. Владимир Савинок это хозяин компании «Личный капитал», финансовый консультант. У него не такой, как у Бекера, бэкграунд и опыт не такой, но очень хорошие книжки, очень толковые. Причем у него есть еще партнерша Юлия Сахаровская. Она написала книжку про расходы. Ее здесь нет, но вот рекомендую эту книжку посмотреть и почитать. Очень полезная книжка. То, о чем я рассказал в течение пяти минут, там расписано очень подробно и конкретно. И есть понятные методики, как работать с расходами, как их оптимизировать. Ну и, наконец, Тинькофф журнал. Тинькофф журнал – это просто the best. Это просто можно начинать уже сейчас читать, уже можно меня не слушать, а открыть Тинькофф журнал, начать что-нибудь читать. Очень короткие статьи, которые написаны людьми, которые сами реально сделали то, что там написано. Никакой финансовой грамотности в стиле нашего образования, когда Гивина пел вам про Моцарта, там нет даже близко. Это принципиально, принципиальные условия. Они не размещают никакую информацию, если автор статьи сам полностью это все не прошел. Масса всяких интересных историй. Тинькофф журнал – это бесплатно, просто забейте в интернете. Ну вот на этом я бы хотел закончить. Спасибо. Спасибо.